МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня. Корреспондент ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях региона. В студии Татьяна Штиллер и вначале короткой некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сырники есть, а где газоны? В парке Оренбурга не засевают культурной травой. И начнем с предупреждения от регионального МЧС. Специалисты сообщают об ухудшении погоды. В ближайшие сутки в отдельных районах Оренбургской области ожидается гроза. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди и град. При этом температура воздуха превысит отметку в 40 градусов. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. В такую погоду по возможности лучше оставаться дома. В селе Краснохолм Оренбурга прогремел взрыв. По информации собственных источников в экстренных службах, ЧП произошло накануне на местной свалке. В результате взрыва погиб человек. Сообщается, что на место случившегося были направлены спасатели, скорая и сотрудники Следственного комитета региона. Правда, официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало. Предположительно, трагедия могла произойти из-за находки двух местных жителей. На свалке они якобы собирали цветные металлы. Один из искателей стал жертвой. Второй отделался царапинами и испугом. И еще об одном происшествии. Смертельное ДТП случилось в Бузулуке. Погиб подросток. Второй участник аварии тоже несовершеннолетний. Теперь юноше грозит серьезное наказание. Трагическая авария случилась на Уральском проспекте. Сотрудники полиции установили, что 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Молодой человек не смог удержать двухколесный транспорт на дороге. Техника опрокинулась. В результате ДТП пассажир мопеда, 14-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что она была без шлема. Водитель мопеда не имел прав. Помимо того, как сообщают в региональном ОМВД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. И теперь к официальным новостям. Губернатор Денис Паслер встретился с доктором химических наук, академиком РАН с Алисом Каракотовым. Он возглавляет компанию «Щелково-Агрохим» – предприятие, которое занимается производством средств химической защиты растений, а также производством семян зерновых и зернововых культур. На встрече шел разговор о важности правильной обработки земель, использовании удобрений и развитии агротехнологий. Это не первая встреча с учредителем Иволге. Ранее в феврале руководство «Щелково-Агрохим» совместно с Министерством сельского хозяйства области проработало вопрос о заключении договора по сопровождению средств защиты растений и отработке технологий их применения. В этом году заключено порядка 70 договоров с хозяйствами в 29 муниципалитетах области. Также стоит задача по развитию агрохолдинга Иволга. Продолжится обновление машино-тракторного парка, развивается животноводство, семеноводческое направление. В приоритете – повышение зарплаты работникам предприятия. У меня задача среди зарплаты довести до 35 тысяч, что, в общем-то, сделало чести. И мы провожем для этого обязательства свои поддержки. Мы на вас, как и раньше, рассчитываем, потому что, конечно, для нас вопрос обработки всех земель, более правильная обработка земель. То, о чем мы сейчас с вами говорим, да, и пары, и внесение удобрения, новая техника, зарплата людей, ну и дальнейшее развитие технологий, то, на чем вы специализируетесь лидерами, являетесь в стране. Это, конечно же, важное направление, поэтому спасибо вам за проделанную работу. Глава региона Денис Паслер проверил работу экопоста в поселке Южный Урал Оренбургского района и пообщался с жителями, которые на протяжении мая неоднократно жаловались на невыносимые запахи на улицах в вечернее время. При этом выездная лаборатория фиксировала превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в десятки раз. Экологическая служба области в последний месяц на постоянной основе работает в жилом секторе поселка Южный Урал и в микрорайоне Авиагородок. Специалисты фиксируют заметное снижение обращения граждан. Проведено порядка 400 исследований. Из них случаев превышения ПДК выявлено 14. О том, что ситуация меняется к лучшему, подтверждают и жители территории. Все контролировать можно, и сейчас запахов меньше стало по сравнению с тем, как было в апреле-майе. То есть это вот, ну, как вот начали писать, жаловаться, да, то есть вот это недовольство люди стали высказывать. И все как бы, ну, прекратилось все равно в меньшей степени. Есть оно ночами, да, там утром, но все равно меньше по сравнению с тем, как было. В настоящее время продолжается работа по решению проблемы неприятного запаха с иловых полей. Оренбург-Водоканал внес изменения в систему обработки осадка. Краткосрочный план по исправлению ситуации предприятие обязалось завершить до конца июля. Но на долгосрочную перспективу нужно реализовать масштабный проект. После встречи с акционерами, с собственниками водоканала, да, мы зафиксировали, что до конца этого года должны сделать проект. Проект глобальный, ну, соответственно, чтобы, ну, решить эту проблему, по сути, на долгие-долгие годы вперед. Систему осушения, установку, соответственно, которая сможет, ну, выбросы наиловые поля сократить там в разы с точки зрения влаги, с точки зрения запаха, ну, и последствий, которые, соответственно, мы фиксировали это время. Стоимость проекта составит около 800 миллионов рублей. Его реализация займет порядка двух лет. Губернатор заверил, что процесс будет под его личным контролем до полного решения проблемы. Татьяна Штылер, Рита Бакирова, Новости дня. Девять автомобилей специального назначения. Автопарк лесхозов пополнился новыми машинами. Эта техника предназначена для патрулирования территорий. С ее помощью специалисты смогут быстрее добраться до мест возможных пожаров и предотвратить беду. Полноприводные автомобили выстроены в линию. Ключи от новой техники получают представители нескольких районов Оренбургской области. Улучшение качества работы лесничества и обновление его автопарков проходит в рамках национального проекта «Экология». Мы продолжаем обновление техники. Отмечу, что с 2010 по 2019 год техника у нас не обновлялась. Сначала в апреле месяце губернатор вручил лесопожарную технику. Мы достигли оснащенности уже порядка 70%. Теперь приобрели лесопатрульную технику, что очень важно. И мы видим, что это напрямую сказывается на результатах на территории области. Уже в этом году благодаря новой технике локализовать возгорание и ликвидировать посредствия пожаров стало легче. Николай – один из тех, кому посчастливилось первым сесть за руль нового автомобиля. Он работает в лесничестве более 10 лет. И на своем опыте знает, как важно техническое обеспечение и мобильность в их деле. Полноприводная машина, клиренс выше, не так, как на наших «Ладах» «Жигули» там 2105 и 2107, которые по лесам едешь, на пеньках, тут что-нибудь оторвешь. А здесь уже, ну как бы она и выше же. И по грязи уже можно как-то более-менее проезжать. На тех машинах особо не покатаешься. Теперь лесникам будет проще выполнить свою работу. Невзирая на условия бездорожья, сегодня на эксплуатации лесничества Оренбургской области находятся 152 автомобиля. Из них 125 в аварийном состоянии. Поэтому эта работа будет продолжаться и дальше. Ежегодно передается более десятка новых машин. И не только автомобили с «Газели Соба», но и другой транспорт, который помогает защищать, охранять наши леса. Автомобили приобретены за счет регионального бюджета. Профильные министерства заверили, что и на следующий год такая работа будет продолжена. Сохранение лесов в нашей области необходимо. Сейчас их площадь составляет 700 тысяч гектар, а это около 6% от общей территории Оренбуржья. Максим Миногин, Игорь Беруев, Новости дня. Предприятие «Газпромдобыча Оренбург» и Оренбургская областная клиническая станция переливания крови провели акцию «Сдай кровь, спаси жизнь». Мероприятие организовано по инициативе Совета молодых ученых и специалистов общества. Мобильный пункт забора крови, разместившийся на парковке у Дворца культуры и спорта «Газовик», посетили 40 газодобытчиков. Каждый из них сдал 450 миллилитров крови. Третий раз сдаю кровь. В принципе, движет, наверное, то, что есть возможность оказаться полезным. Помогая кому-то сейчас, наверное, можно надеяться на то, что тебе кто-то поможет в будущем. Добровольцы прошли медицинский осмотр, определение группы крови, резус-фактор и других показателей. Среди газодобытчиков есть и те, у кого на счету не одна донация. Примечательно, что корпоративное донорство с каждым годом молодеет. Первый раз сдаю кровь. По опыту коллег решил попробовать тоже сдать кровь. Наверное, кому-то это будет нужнее при разных жизненных ситуациях. Поэтому здесь своя доля внесения есть положительная. Газодобытчики проводят Дни донора совместно со станцией переливания крови ежегодно. Это одна из самых активных организаций, которые участвуют в этой программе. И несмотря на пандемию ковид в прошлом году, доноры с «Газпромом» приходили к нам на станцию и объемы заготовки крови не уменьшались. Это ответственные, добрые люди, которые, несмотря на тяжелую, сложную сложившуюся ситуацию в стране и у каждого в семье, очень активно откликаются для того, чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Ольга Энгельс, Александр Вежбинский, Новости дня. И перейдем к новым данным по коронавирусу в Оренбуржье. Опасная инфекция унесла жизни еще пяти оренбуржцев. Информацию публикует Федеральный оперативный штаб. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 1097 жителей области. Общее число заразившихся уже превышает 47 тысяч. За последние 24 часа 204 теста оказались положительными. Справились с недугом и закрыли больничные листы 84 пациента. Сейчас прервемся, и вот что будет далее в программе. За издевательство над животными уголовное наказание понесут оренбуржцы. Из центра на окраины. Арчане против переселения за черту города. Сырники есть, а где газоны? Парки Оренбурга не засевают культурной травой. Это новости дня. Мы продолжаем. Налоговые поступления в Оренбуржье за пять месяцев этого года увеличились на 64 миллиарда рублей. Данные приводит Управление Федеральной налоговой службы региона. По данным специалистов ведомства, на то есть три основные причины. Это восстановление экономики региона после пандемии коронавируса, а также легализация бизнеса и улучшение эффективности налогового администрирования. Регулярные платежи за пользование природными ресурсами выросли более чем на 64%. НДС на 22%, налог на прибыль организации на 31%. Акцизы на нефтепродукты увеличились более чем в три раза. В федеральный бюджет поступило 160 миллиардов рублей, что выше прошлогодних показателей на 56 миллиардов. В областной бюджет – 31 миллиард рублей. В бюджеты муниципальных образований – более 7 миллиардов рублей. Отмечается, что бюджет города Оренбурга увеличился почти на 2,5 миллиарда налоговых доходов. Это на 25% больше поступлений прошлого года. Рост произошел в результате увеличения поступлений по налогу с применением упрощенной системы налогообложения. И теперь к ситуации на валютном рынке. Стоимость доллара и евро, по данным Центробанка, на вашем экране. Общественная палата Оренбургской области подводит итоги работы за три года и передает эстафету новому составу. Пока утверждена только треть кандидатов. 7 июля пройдут дополнительные выборы. Всего в общественную палату входит 45 человек от 14 районов и городов области. О том, что сделано и какие задачи поставлены на ближайшее время, расскажем далее. На итоговом пленарном заседании общественная палата 5-го созыва отчиталась в трехлетней работе. За эти годы было рассмотрено 190 вопросов. Общественники ориентировались на нужды людей и изучали мнения оренбургцев. Мониторинг, анкетирование, обращение – работа кропотливая и ежедневная. Задача была поставлена в развитии гражданского общества в нашем родном оренбургском крае. Общество может развиваться только в условиях партнерства. Партнерство с властью, с общественными организациями, с некоммерческими структурами. И поэтому общественная палата постаралась создать такие структуры в Оренбурге. У нас сегодня 40 и еще плюс муниципальных общественных палат. Самым массовым проектом за три года работы стала организация общественного наблюдения на выборах. Палата подготовила более 13 тысяч наблюдателей. Сейчас на повестке выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Они пройдут в сентябре. Сегодня обсудили и вопросы образования, благоустройства территорий и сохранения культурного наследия. Мы в этом году выделили деньги для того, чтобы сделать и зоны охраны, и границы охранных зон всех памятников культуры в историческом центре города Оренбурга. Это 340 гектар. То есть мы до конца года будем понимать в едином подходе, ключе, отношении ко всему историческому центру, что это должно быть. Главная задача, которую ставит перед собой общественная палата в будущем – повышение уровня диалога между обществом и государством. А приоритетом работы назвали соблюдение интересов оренбуржцев. Мария Фирсова, Семен Воробьев. Новости дня. К другим темам. Уголовное наказание за издевательство над животными. Перед судом предстанут жители Октябрьского и Грачевского районов Оренбуржья. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В Оренбургской области участили случаи жестокого обращения с животными. Два дела дошли до суда. Так, в Октябрьском районе расследование длилось 4 месяца. По версии органов предварительного расследования, в феврале 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собаку с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. После чего нанес животному телесные повреждения, от которых оно погибло. Прокуратура настаивает на уголовной ответственности. Если вина злоумышленника будет доказана, то ему грозит два года лишения свободы. Такое же наказание обвинение требует для жителей Грачевского района. Там неустановленные лица ткнули вилами собаку. Напомню, и в Оренбурге сейчас полиция проводит аналогичную проверку. Правоохранители выясняют, как овчарка упала из окна на девятом этаже. Инцидент произошел на улице Донковцево. С крупной суммой денег таможенники задержали мужчину в аэропорту Оренбурга. Свыше одного миллиона рублей он перевозил в спортивные сумки. Купюры планировал вывезти за рубеж. Задержанный собирался выехать в Азербайджан. Был куплен билет на рейс Оренбург-Баку. Главная претензия сотрудников таможни – крупная сумма не была задекларирована. Мужчина пояснил, что деньги получил от продажи черешни. Однако Самарская таможня возбудила административное дело. Нарушителю пришлось вернуть часть денег. Сумма незадекларированных средств составила почти 600 тысяч рублей. В ведомстве еще раз напомнили правила поведения пассажиров международных рейсов. В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза таможенному декларированию в письменной форме подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенным органам пассажирской таможенной декларации. Кроме того, пассажиру необходимо указать сведения об источнике происхождения наличных денежных средств. Из центра города в поселок жители аварийного дома в Орске недовольны, как работает программа по переселению. А именно, не хотят переезжать в квартиры, которые им предлагает городская администрация. Аргументы сторон выслушали мои коллеги. Дом номер 38 по улице Московской в Орске признали аварийным еще пять лет назад. Тогда он вошел в программу переселения граждан из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы. Как рассказывают жители дома, изначально условия были следующие. Администрация предлагает три варианта квартир, и если ни один из них не устраивает, можно отказаться и выбрать деньги. Только, как заявляют арчане, все пошло не по плану. Людям предложили переехать из центра города на окраину, несмотря на то, что в их дворе строится новая трехэтажка. Поняв, что получить бесплатно квартиры в новостройке рядом со старым домом не получится, арчане решили купить их сами и обратились в строительную компанию. Ответ оказался неожиданным. И нам сказали в строительной компании, мы просто были ошарашены за этим заявлением, что оказывается дом строится по программе переселения из аварийного жилья, и что продаваться квартиры на продажу там не будут. Все квартиры под аварийное жилье. Но на этом сюрпризы не закончились. Выяснилось, что для двух семей администрация уже выкупила квартиры. Одну в седьмом микрорайоне, другую в поселке Нагорный. При этом жители аварийных домов утверждают, обещанных вариантов для выбора им не предоставили, а поставили перед фактом. В 2007 году я купила эту квартиру за миллион. На сегодняшний день не предоставляют квартиру в поселке Нагорном, забирая второй этаж в центре города, а дают, я считаю, это за пределами города, поселок. Свои интересы арчане пытаются оставить в суде. Заявляют, согласны на любую квартиру, но не на окраине. В мэрии ситуацию уже прокомментировали. Заявили, что устанавливать требования к этажности, уровню комфортности и району города при покупке квартир для переселенцев из аварийного жилья значит нарушать антимонопольное законодательство. Приобретение благоустроенных жилых помещений производится в границах населенного пункта как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. По итогам торгов в форме электронного аукциона закупаются объекты недвижимости с конкретными адресами, предназначенные для переселения. Строительство многоквартирных жилых домов в целях предоставления жилых помещений гражданам, переселенным из аварийного жилого фонда, муниципальным образованием город Орск не осуществляется. По словам представителей мэрии, закон в данном случае не на стороне переселенцев. Так или иначе, им придется переехать на окраину города. Маляка Джамалеева, Алина Валиулина, Маргарита Бакирова. Новости дня. Сорнякам бой. Жители областного центра жалуются на состояние парков Оренбурга. По их словам, растения-вредители вытесняют высаженные цветы. Насколько опасны сорняки для человека и как борются с ними коммунальщики? Разбирался Вячеслав Кампе. Это чертополох. Несколько кустов без смятения расположились прямо в центре города. В парке на улице Чкалова это не единственный сорняк. По соседству с чертополохом кусты лебеды и тысячелистника. Ну и зелень вот эта вот, это бурьян, как говорится. Это не зелень, а так себе. Это бурьян. Бурьян. А с бурьяном борются. Наверное, уже облагораживают. В парке зеленые насаждения. А не такая белиберда. По словам специалистов, сорняки способны активно занимать территорию и наносить вред не только культурным растениям, но и человеку. Лебеда может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Иголки чертополоха уколотят. А борьба с тысячелистником требует и вовсе серьезной подготовки. Это уже многолетнее растение. Корневищное. С ним бороться гораздо сложнее. Так как у нас семечка, когда прорастает, растение начинает свое развитие и может существовать несколько лет. При этом образуя постоянно семена, размножаясь, распространяясь на данном ареале. Еще одна точка жалоб горожан – парк Лебедева-Сераева. Правда, когда наша съемочная группа приехала по указанному адресу, сорняков там не обнаружила. Рабочие пояснили, что уборку территории ведут на регулярной основе. Неделю два раза бывает делаем. Поливаем деревья, полим траву, сорняк убираем. Эту информацию подтверждают и в администрации города. Сообщают, что последний покос сорной травы был на прошлой неделе. А в этом году из-за аномальной жары посадка газона проводиться не будет. Вячеслав Камп и Владислав Горбунов. Новости дня. Приволжское управление по гидрометеорологии отмечает юбилей. В этом году подразделению исполняется 90 лет. Гидрометцентр в Оренбурге появился еще в 30-х годах прошлого столетия. Сейчас это сеть метеостанций, сотни сотрудников и круглосуточное наблюдение за погодой. Скорость ветра, количество осадков, температура воздуха. На территории гидрометцентра множество различных агрегатов, позволяющих спрогнозировать возможные погодные условия. Сегодня в Оренбургском гидрометцентре могут дать прогноз погоды на трое суток с точностью до 96%. Данные о погоде обновляют каждые три часа более 300 сотрудников. Раиса Чердинцева не первый год работает в гидрометцентре. Она рассказала о тонкостях и особенностях своей работы. У нас есть плеограф. По нему мы можем, метеоролог может узнать, идет дождь, он открывает и смотрит. Происходит запись. Если у нас сильный ливень, у нас поднимается стрелка. Ну, я не буду показывать, он уже работает. И время отмечено, и мы можем определить, какая интенсивность ливня. Это очень удобно и точно определение, чтобы передать синоптикам. Также это помогает для определения и подачи штормовых при сильном ливне. На территории Оренбургской области более 40 гидрологических постов. Благодаря им можно спроектировать количество осадков и талых вод во время весеннего половодья. Каждый день запускается метеозонд, который измеряет атмосферное давление, скорость и направление ветра. Прогнозами синоптиков пользуются военные и авиакомпании. И в заключении выпуска информации об отключениях электроэнергии. В связи с проведением ремонтных работ Оренбургским производственным отделением 30 июня света не будет в городе Оренбурге. Будьте внимательны. Название улиц с указанием номеров домов на ваших экранах. Обратите внимание на точное время. Филиал публичного акционерного общества Россети «Волга» Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. Это все новости. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru. Присоединяйтесь к группам ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». До встречи в эфире.